всем здорова друзья меня зовут шок сегодня мы снимаем новую рубрику на канале это прокачка пк для подписчиков ну что ж друзья я давно к этому готовился я хотел давно сделать проект где буду дарить то что сложно купить мои подписчики часами пишут эрик у меня стал пока помоги мне и так далее помочь каждому не могу но веря смогу сделать что-то похожее на лотерею я знаю что такое шоу уже есть на ютюбе но мои будут немножко отличаться и плюс к этому мне кажется такие шоу надо реально повторять потому что были на это добрые дела и покупать компьютер это не такое же легкое дело я выражаю огромную благодарность спонсорам без одних этого бы не было потому что они реально просто сейчас мы такой делаем с ними контент они привозят мы снимаем они привозят мы снимаем то есть тратить я буду не очень сильно много но спонсоры будут показать свои продукты плюс еще экономить мои деньги подписчики будут рады короче что хочу сказать это первый выпуск и сейчас мы поедем первому подписчику посмотрим что то как кто на себя представляет зачем пока и так далее а сейчас мы идем разограждать все вещи из моего дома которые уже там ждут этот выпуск где-то месяц все полетели так короче самая большая сложность была это кресло мне почему же сквей привезли собранное кресло такое в впервые вижу поэтому заказали вот такую машину но мне кажется на маленькой бы мы это все бы не понесли сейчас мы едем домой я забираю все девайсы и так далее плюс еще нужно докупить видеокарты процессор бп и материнку а все остальное мне поставить спонсоры вот поэтому я просто люто выражаю благодарность спонсоры которые это делают вы шарите продвижение все будет классно вот я я думаю что можно начинать так все сейчас мы приехали должны зайти в днс потому что спонсоры красавчики но у нас нет спонсоров по видеокарте по процессору материнское платье bp и все остальное у нас есть у нас есть кулер у нас есть ssd и оперативка и самое главное кейс нам нужно видеокарта процессор и пп и материнка бюджет до 30 так мы берем 9 405 бп как у нас бп на 600 ватт бронзовым сертификатом куберовские фирма отличная видяшка 1660 тиаль она 1070 предыдущего поколения мощнее кулер для процессора ладно все короче давай оформляем все 43 695 короче все у нас есть полный пока 43 тысячи рублей получается сейчас ждем его и едем сразу же к нашему подписчику очень сильно задерживаемся вообще полдесятого вечера мы едем подписчику где у него дома живут родители вообще бред только я могу и только я могу так опаздывать короче все пацаны мы дома у саши так рассказываем я вижу здесь велосипеды чё суши название битвин как будто какой-то быка это он дорогой ты чё как за движешься видишь карман после родлайна уже все кажется так мы это подешевле да а это что такое это гидрокостюм это отца то есть он реально ныряет как у него был рекорд по губине можешь позвонить узнать так ладно идем серьезно так подожди это чтобы рыб убивать убивайся ловить не давайте желтую еще погнали в твою комнату так где твоя комната слушай я прям чувствую что будет очень классно так смысле что это ты ты же понимаешь я тебе говорю еще раз ты же понимаешь что все не дашь мне все это ты ты уже чистил ноутбук или ваше сердце на все чуваки сегодня блин у меня халяна будет но воду я вернемся ну я буду по тишоке продавать на авито может его сам взять ты клавиатуру даже даешь понимаешь она классная да у нас ложь это типо садим разлипал мембран киа мышка это нас что китайская мышца горовая с подсветкой она так и называется нормально оружие что такое колонка так ребят я не знаю почему но когда я смотрел телевидение всегда смотрели нас звону нужно выложу вспомнил вспомните фотографии пожалуйста кто это чувак это плохой рисунок все короче чуваки давайте начинать ты сейчас уходишь другой комнаты со своим братом и вы вернете через часа три может нам посмотреть фильм и так далее все давайте удачи ну что пацаны сейчас начинается контент я думаю что вам зайдет для меня что-то новенькое сейчас будет сложный процесс и главное что у нас будет только три руки да поэтому позвали профессионалу как я потому что я умею собирать компьютеры поэтому пить умеешь собирать компьютеры а ну все тогда у нас оператор тоже как вы отреагировали вообще на сегодняшний день что у нас не будет Ну я был на самом деле в шоке, когда вообще узнал, что выиграл конкурс, мне написал Эрик, говорит, вот я к тебе приеду типа в 4 часа. А кто первый про конкурс конкурса? Я сегодня утром ленту, увидел пост Эрика о том, что Питер приезжает, собирает компьютер. Я скинул этот пост брату, потому что там был 17+, он говорит Q16, скинул брату этот пост, и он сразу пошел делать фотографии компьютера, и Эрик ответил ему. Класс, класс. Заждались нас, поди мы ехали достаточно долго. Ну я вообще ждал к 4, я там долго-долго убирался, прям ждал вот, съел, и вот вы только сейчас приехали. Знаешь что, братан, тут такая проблема? Жесткий диск, где? Так, вот он. Жизнь изменилась, тебе такие аниматики. Был ли на секундочку мысль, что это все какое-то наваждение, как будто бы все где-то не про нас? Не, у меня не было, потому что я видел до этого ролика еще один по сборке компьютера у другого человека. Ну то есть Эрик снимал, но это был другой мальчик просто. А как с Камом познакомились Эрика вообще? Ну я в CSGO играл еще где-то два года назад, я там смотрел лайфхаки его, ну вообще с этим познакомился. Потом уже начал снимать, он начал снимать дальше контент, и я начал его смотреть. Нет, чисто случайно, ну как бы у нас присоединятся одинаковые интересы, поэтому я смотрел его тоже, но в меньшем количестве. Его я смотрел меньше, чем там других ютуберов. Слушай, а мы у тебя в комнате случайно заметили шляпку из Макдональдса, ты уже работаешь, расскажи? Нет, я уже уволился. Уволился? Да, это осталось просто. А расскажи, как там вообще? Ну, для первой работы вообще идеально, на самом деле. То есть там все условия созданы. Просто много ребят смотрят примерно вашего возраста, и это может быть действительно интересно. Ну если они хотят идти, как бы работать в Макдональдс, то спокойно идите. Нет в этом ничего такого зазорного. То есть, во-первых, там вы защищены законом постоянно. Потому что там вы официально оформлены, у вас белая зарплата, у вас идет даже процент к пенсии. Вам еще нет, даже если нет 18, то есть там, по-моему, 16 лет точно можно работать. Вот, поэтому, ну идеальное просто место для первой работы. Круто, я косячу по звуку. Какой фпс был до всей сегодняшней истории вообще в среднем фпс? Если играть ММ, то это было, наверное, 40-30 лет. Это при самых минимальных настройках, при отключенном антивирусе. И всех вообще программ? Всех программ я поднимал, даже без включенного дискорда, я в дискорде сел через телефон. У меня были большие наушники, там соневские папы достались. И еще обычные затычки, я затычки вставлял под игру вроде, а большие под дискорд. То есть, чтобы дискорд не было ничего слышно, вот так играл вообще. Все поменяется. Ребят, как будете решать, кто будет первым, кто будет больше играть, как вообще? Вы не будете драться надеемся за это? Без понятия. Без понятия. Без понятия. Возможно, возможно. Без понятия. У меня скоро экзамены, плюс я еще все лето буду работать. Нужно держать лицо. Понятно. Понятно. Экзамен, скажи поподробнее. Это как ЕГЭ? Я закончил 10 класс, поступил в 11-й, у меня будет ЕГЭ. Буду сдавать, наверное, физику, информатику, профильную математику. На экономиста идут. Куда уж ты, в КС-ку-то, когда такие планы? А, как все совмещать планируешь? Экономика там тоже есть. Экономика в КС бесспорна. Абсолютно точно. А у тебя какие планы? Расскажи. Ну, я сейчас учусь на автомеханика на базе 9-го класса. Вот я уже окончил второй курс. То есть это читая 11-й. То есть ты, когда смотришь ролики Эрика, например, где натыкался про автомобили, для тебя это чуть более глубокая история, чем это? Да, это достаточно интересно. Мне очень понравился контент его с Жиги, как он будет его делать в скине Dragon War. Возможно, если он сделает что-то с салоном внутри, то есть тоже похожий скин. Это будет еще лучше. Ладно, ребят, спасибо за честный разговор. Так, друзья. Прошло очень много времени. Сейчас пол третьего утра. Мы долго это делаем. В следующем выпуске я буду уже собирать компьютер в ДНС, потому что реально много времени это занимает. Короче, смотрите какая тема. Вот что получилось. Пока что все неаккуратно. Сейчас мы должны включить. Да, сейчас первый запуск. Сейчас посмотрим. Оранжевая штука, это не очень. Ну чё, давайте, молитесь всем, чтоб это запустилось. Фух. Готовы? Да. Ууу. Щя… нет подожди, это ладно. Ще главное, экран должен появиться. Хоть что-то. Нуууу. Да. Че то не очень. А, все, все, теперь осталось Windows установить. Да, да, давай, пацаны, все получилось, надеюсь. Все, друзья, пол четвертого утра, мы завершили свою работу, немножечко проснулись, CSGO установили, все установили, вот как выйдет сейчас рабочий стол, короче, работы было много, есть ошибки, мы теперь не будем сами собирать комп, теперь мы будем Windows сразу сналивать, мы будем делать все уже получше, к следующему выпуску, если вам первый зайдет, поэтому это пилотный, вы поставите лайк, если вам зайдет. Так вот, вот все девайсы, комп стоит около 120 тысяч рублей, то есть весь этот набор, но точные ценники я скажу вам уже в конце этого ролика, ну и плюс оставлю ссылочки, потому что это все спонсоры и нужно как-то их отблагодарить. Ну и, понятное дело, здесь прямо уделяется кресло. Ну, я не буду, наверное, сейчас объяснять, что это за девайс и так далее, еще раз, потому что сейчас я все объясню нашему герою выпуска Саше, так что я думаю, что его можно сейчас позвать, он не видел комп, я могу вам отвечать, надеюсь, вы мне верите, он 3 часа сидел в другой комнате, мы общались 3 часа с его отцом, но не с с ним. Все, давайте начинать, пошел процесс, давай. Слушай, он 27, да, он 27. Сколько? 300? Чувак, это сейчас, а так он будет и 400. Ну, ты сам понимаешь, что аймбот здесь будет побольше. Ну, у меня вообще никогда не было. Слушай, а ты понимаешь то, что я тебе необычно купил монитор? Он со 44 гирса. Серьезно? Да, то есть люди присаживаются на 60 и радуются, ну нормально, а у тебя со 44 сразу, он просто супер плавно. Хочешь уже сесть? Да. Ладно, давай. Да, да, да. Плавно? Очень. Слушай, ну ты установи там всякие комфи, чьи-то. И вообще у тебя, короче, все дело в твоих руках. Он полностью пуст, компьютер. Тут только Steam и только CSGO, больше ничего. Круто? Да. Короче, смотри, расскажи про все эти девайсы. Давай. Весь комп стоит 120 тысяч, 2 тысячи долларов. Так, коврик это Logitech. Меня попросили говорить Logitech. Logitech. Так, у нас мышка опять же Logitech. Она тебе очень нравится? Ну да, она как-то космическая. Да, что-то космическая. Если тебе она не нравится по весу, то ты можешь увеличить его, просто добавив такие вот железки. Я не знаю, это грузики, которые добавляют вес, может тебе удобно будет. Так, короче, идем дальше. Клавиатура у нас Logitech. Просто максимально приятная. Я думаю, что ты заценишь, она тихая, быстрая, все будет хорошо. Плюс дальше у нас идет наушники. Просто ты бы уже одевал? Нет. Это опять же Logitech. Если что, Logitech это популярная, дорогая фирма. Я уже понял. Но они удобные. Удобные? Да, и ты немножечко отходишь, да, от мира? Чуть-чуть звук. Да, я вообще не слышал, что она какая-то. Да. Так, ну что ж. Идем дальше. У нас получается кейс Aerocool. Слушай, ну я тебе советую его спустить, потому что немножечко вибрация идет, и я думаю, что будет логично его спустить. Идем дальше. Внутри. Вся характеристика у тебя сейчас на экране, потом посмотришь видео. Ну, ты разбираешься в железе? Ну, чуть-чуть, да. Ладно. У тебя здесь стоит 1660 Ti, IPI 9000. Ты можешь стримить. Я тебе по ошибке купил очень мощный был комп. То есть, короче, ну да, типа, нам уже не было линия говорить им, типа, поменяйте чек. Поэтому у тебя реально комп, который, ну, реально для стримов нормально. Для всего. Ты можешь рендерить, ты можешь работать, ты можешь занять себя каким-то хобби. К примеру, там, 3D-моделирование и так далее. Так, монитор у нас 64 Гц. Он очень яркий. Ты можешь все регулировать. Здесь, понятное дело, все функции есть. И, ну, понятное дело, 64 Гц. Вот. Суперплавная картинка 1920 на 1080. Так, идем дальше. Дальше у нас идет что? Это то, что у тебя 16 гигабайт оперативки и у тебя нет жесткого диска. У тебя SSD на полтерабайта. Все от Kingston. Просто лучшее качество и хорошие цены. О, я, знаешь, как рекламный слонг сказал. Что за бред? Короче, понятное дело, чуваки, это все спонсоры. Спонсоры мне высылают товар. Говорят, типа, чувак, вот это нужно нам показать. Если тебе интересно, то давай делать ролик. А я оставлю ссылки в описании. То есть, это по бартуру. Я не зарабатываю с этого. Я просто даю возможность моим подписчикам, благодаря этой большой аудитории, продвигать продукт и улучшать ПК моих подписчиков. Я не знаю, мне это в кайф. Это не сложно. Если, конечно, не делать это 5 часов. Так, короче, идем дальше. У тебя все хорошо, у тебя интернет нормальный, поэтому ты будешь играть без проблем. У тебя какое сейчас звание? Звезда вроде. Звезда? Ну, я надеюсь, ты станешь бигстаром. Потому что с такими ПК очень легко. Я всегда говорил, что без девайсов хорошего ПК, но это вообще не CS GO. На счет ПК точно. Так, ладно, идем дальше. У тебя кресло. Ты сидишь на кресле, которое стоит сколько? Как думаешь по цене? Ну, я не знаю. Ну, десятку точно. Так, ладно, давай переснимем. Типа оно два раза дороже стоит. Серьезно? 23. В пятерку зайдет. Шок. Короче, ты можешь съесть. Спасибо. Да, и этот. У тебя тут есть некоторые регулировки. Так, смотри, ты можешь лечь. Так. Вот, ты можешь лечь и просто спать. Сейчас. Вот. Может упасть. А я тоже не упаду. Ну, точно. Ну, мы не собирали его. Короче, ты можешь подниматься и спускаться. И ниже. Короче, вот. Очень удобный кресло на самом деле. Я, увы, могу признать, что AeroCool в этом плане чуть-чуть у меня чуть-чуть выделяется. Эти кресла более удобные. Возможно из-за того, что они под размер. То есть, под твою комплектацию. У меня дома AeroCool прям огромный. Не для меня. Я думаю, что тебе стоит сейчас просто сидеть, задросить и понять, что реально ПК очень классно. Окей, все. Давай, чувак. Поздравляю тебя с ПК. Так, где мой аккаунт только остался? А, кстати, самое главное. Где твой старый ПК? Это его старый ПК, который мы забираем себе. И к концу сезона 7 серий мы его продаем на Авито. И все деньги пойдут на детский дом. Мы еще не знаем в какой, но пойдет. Ну и, понятное дело, пацаны, по-братски. Если вам заходит этот контент, этот пилотный выпуск, то поставьте лайк. Ну, как обычно, 1030 лайков, то я это продолжаю. Ну, а можно и больше. Если вы, конечно, красавчики. Все. Ребята, значит, если вы увидели этих парней у себя на входе дома, значит, посмотрите. Вы думаете, мы снимаем вечером? Нет. Время реально 4 часа утра. Поэтому гоните их в шею, иначе вы будете погружены в виртуальную реальность. Потому что эта техника вас просто не отпустит никуда. Но за что я вам скажу спасибо. Можно пожму руку. Это заберу точно себе Ferrari F50 Maranello. Вот это кресло. Так вот кому бодриться. Это вообще шикарная вещь. Отлично. Вот я, ребята, благодарен. Давно ждал в свою Ferrari классное кресло. Но как раз он подойдет. А Сашке отдам вот его старое, от моего старого Ferrari кресло. И он будет на нем кататься на тех машинках, которые там есть. Спасибо.